Следующий вопрос. Говорит, если человеку оставили на хранение животное, обязан ли этот хранящий кормить это животное и поить его? Первое мнение в этом вопросе, это мнение Мабушафи, а также ханболитов, то, что человек обязан кормить это животное. Почему? Потому что это животное имеет свои права перед Всевышним Аламском Атан. То есть, исходя из хадиса, относительно женщины, которая имела кошку в своем владении так и заперла ее в комнате, не давала ей выходить из этой комнаты и найти себе пищу, и сама ее не кормила. И в результате кошка умерла с голоду. Всевышний пророк Сарлаурасан, что сказал относительно этой женщины, сказал, что она зашла в угон из-за этой кошки, то есть из-за того, что не кормила ее. Сказали здесь то же самое. Человеку передали животное на хранение, он обязан его кормить и поить, для того, чтобы оно не умерло, не подохло. Второе мнение в этом вопросе, это мнение Абу Ханифа и некоторых ханбалитов, которые сказали, что он не должен кормить и поить это животное. Потому что кормить и поить должен хозяин животного. Если он его не кормит, то он является тем, который допускает попустительство. Но правильным является мнение первое. Потому что одним из проявлений хранения животного, доверенного хранения животного, является то, чтобы ты его кормил и поил. Но при этом мы говорим, если человек кормил, допустим, корову, то он имеет право требовать за это деньги у кого у хозяина животного. То есть, чтобы тот покрыл ему расходы на вот это вот кормление и на вот это вот поение. Если он не делал это, как ради Всевышнего Аллахунота. Это мы разбирали также в книге такой, что человек, если взял на себя какую-то ответственность и покрывает ее за чужого человека, как, допустим, содержит чужую семью, кормит какого-то ребенка, какого-то человека и тому подобное, то должен ли он возвращаться за покрытием расходов к тому, кто изначально обязан это животное или эту семью или этого ребенка кормить. Говорим, если он имел такое намерение, что я кормлю для того, чтобы потом забрать свои деньги у хозяина, то он может идти и забирать. Если же он имел намерение, что я делаю это ради Аллаха и не собираюсь возвращаться за этими деньгами, потом он уже не может за этими деньгами возвратиться. Говорит, Если же человек оставил на хранение животное и приказал ему кормить это животное, то, говорит, в этом случае уже без сомнения, он обязан кормить это животное. Во-первых, из-за права самого животного, а во-вторых, потому что это уже обусловлено хозяином этой доверенной вещи, доверенного животного. В этом случае имеет ли он право возвращаться за покрытием убытков, кому? Хозяину вещи. Говорит, Это возвращается к тому, на чем они договорились. Если они договорились, что ты будешь кормить и ничего с меня потом не будешь требовать, тогда он должен кормить и ничего не требовать. Если же они договорились, что я буду кормить, но потом у тебя деньги заберу, то идет и возвращается за этими деньгами. Если же они ни на чем не договорились, то человек может вернуться и требовать свои деньги, если не имел изначально намерение, то, что он делает это добровольно, ради Всевышнего Аллаха, не собираясь возвращаться за деньгами. Значит, в итоге постановления между двумя этими историями, между двумя ситуациями нет разницы. Если человек тебе оставил животное и ничего не сказал, просто оставил, как на доверенное хранение, не сказал кормить или поить, то ты обязан все равно кормить и поить. Если человек тебе оставил животное и сказал, корми, пои, то тем более ты обязан его кормить и поить. А можешь ли ты возвращаться за покрытием расходов или нет, то это возвращается к тому, на чем вы договорились. Если вы на чем-то договорились. Если ни на чем не договорились, тогда возвращается к тому, что ты имеешь право возвращаться за покрытием расходов, что ты не обязан в основе, если эту корову кормить, поить, она не твоя в основе. Ты можешь вернуться за покрытием расходов, если имел такое намерение, что ты вернешься за этим. Если не имел такого намерения, то не имеешь права возвращаться. Говорит. Теперь третья ситуация. Если человек оставил животное и запретил ему его кормить, сказал на тебе животное на доверенное хранение, но не корми его, пока оно не угрез голода. Говорит. В этом случае человек не имеет права не кормить это животное и не поить. Говорит. Потому что животное само по себе обладает правом перед Всевышним Аллахом, Аллахом на кормление и на поение. Поэтому, говорит, является обязательным поддерживать его жизнь ради Всевышнего Аллаху. Говорит. Если он его поел и кормил, то постановление такое же, как мы рассматривали ради. Первую ситуацию. Третье. Но если он его не кормил и не поел, и животное в итоге подохло, то в этом случае перед хозяином животного он не несет никакой ответственности. Что-то сам сказал. Держи это животное и не корми его. В этом случае, если оно подохнет, и тот придет и будет требовать свое животное и возмещение убытков, скажет, ты же сам сказал мне его не кормить. Поэтому перед хозяином животного он никакой ответственности нести не будет. Но будет нести ответственность перед Всевышним Аллахом и возьмет грех за то, что допустил смерть животного. Без причин. Говорит. И второе мнение в этом вопросе, это мнение некоторых шафиитов, а также Ибли Музера, которые сказали, что он несет ответственность даже перед хозяином животного. Потому что он допустил просто гибель животного. И допустил попустительство в хранении этой вещи, этого животного. Но первое мнение является более верным. Потому что перед хозяином он никакой ответственности не несет. Почему? Потому что сам хозяин сказал его не кормить и не поить. То есть и любому известно, что если животное не будешь поить и кормить, оно погибнет. Значит, человек в последнем случае не несет ответственности перед хозяином, но несет, то есть животного, но несет ответственность перед Всевышним Аллахом. В Танбеих говорит примечание. Говорит. Если в прошлой ситуации человек оказался не способным кормить животное, то есть он собирался его кормить, но оказался не способным. То есть нету травы, допустим нет еды, или допустим нету у него способности содержать, нет денег и так далее. То в этом случае он обязан вернуть это животное его хозяину. Обязан вернуть животное его хозяину или его уполномоченному. Если же он не найдет хозяина или того, кто его заменяет, Говорит, то это дело необходимо вернуть к судье. Человек должен вернуться в этом деле к судье и сказать, я не могу это животное кормить, соответственно не могу его хранить должным образом. Но и хозяину его отдать не могу. Почему хозяин уехал в путешествие, не могу его найти, допустим. То в этом случае судья уже берет на себя эту вадья, берет на себя и делает то, что наиболее полезно для хозяина этого животного. Либо продаст это животное и будет хранить деньги, пока не приедет хозяин. Либо продаст часть товара, часть предмета. Для того, чтобы, как называется, кормить вторую часть, допустим оставили три коровы. Не могут кормить три коровы. Одну корову продали, на эти деньги купили сено для того, чтобы кормить хотя бы двух коров. Так может также поступить судья. Или может взять в долг за этого хозяина и на эти деньги кормить это животное, пока он не приедет. Если говорит, что не найдется имущество для того, чтобы кормить это животное. Если же оно есть, того, кто его хранит, то он должен это животное кормить, пока не приедет хозяин. В этом вопросе разобрались или нет? Значит, если животное оставлено человеку на доверенное хранение. Здесь может быть три ситуации. Человек просто оставил, ничего не сказал. В этом случае постановление так же, как во второй ситуации. Как во второй ситуации? Если человек остался и сказал, корми и пои. В любом случае, человек, который держит это животное у себя, обязан это животное кормить и пои. Потом, может ли он возвратиться за покрытием убытков? Может, если бы он имел такое намерение. Если же он имел намерение, что он делает это безвозмездно, то уже не может вернуться хозяину денег за деньгами, которые он потратил на содержание животного. И третья ситуация. Если человек оставил животное и сказал, не корми его, не пои. В этом случае, если человек не делал такого, действительно не кормил и не поил, и животное погибло, то он не несет ответственности перед хозяином животного, он не несет ответственности перед селучным овам с панатами. Если же он его все-таки кормил, то он не несет ответственности ни перед овам, ни перед хозяином. И последнее примечание, которое мы сказали, если человек, которому оставили животное на доверенное хранение, оказался неспособным его кормить или боить, то в этом случае, что он делает? В этом случае он должен вернуть это животное хозяину, потому что если он оставит у себя, оно погибнет. Если же хозяина найти не может, тогда должен вернуть его судье. То есть имеется ввиду разобраться в этом вопросе судьей, и судья уже должен сделать то, что считает более правильным в этом вопросе. Либо продать это животное, хранить деньги, либо продать часть животных для того, чтобы купить еду на эти деньги и кормить другую часть, либо взять долг для этого человека и кормить это животное, а потом требовать у него эти деньги, либо каким-либо другим образом, который судья видит более правильным.